Ну вот начинаются эти философские вопросики, давайте о смысле жизни, в 9 утра прилетти в Казань, не спи всю ночь. Наверное, самое важное в жизни это разобраться с собой. То, как ты себя ощущаешь, потому что если ты себя ощущаешь хорошо, то все классно. Если ты сам с собой не справляешься, то все, у тебя и физическое здоровье начинает рушиться, ситуацию с подконтролем можешь выпустить, поэтому тут очень важно быть в ладах с собой. А это самый, ну, самый, наверное, такой сложный противник, потому что против него ты всегда как против палача, у него топор. Я не знаю, как вот объяснить это качество, когда ты смотришь на человека, и ты не можешь от него оторваться. Бывают такие люди, в которых есть какая-то магия. Очень печально, кстати, когда эта магия потухает, такое тоже случается, я это видела несколько раз, мне прям грустно от этого. Вот таких людей я ищу и цепляюсь за них, не могу оторваться. Я с другими людьми в целом даже, наверное, глубоко общаться не могу. И меня очень всегда подкупает в людях благородство, благородство, наверное, да, такое чувство собственного достоинства, когда у людей есть принципы, когда у людей есть ценности, они, ну, вот это такая, наверное, порядочность, они вот как бы не могут предать, например, они верные, они не могут сделать специально кому-то зло. Мне очень нравятся люди, которые умеют искренне любить. Это качество тоже сразу видно обычно. Мне, по крайней мере. Ну, может, больше никому не видно, а я сразу вижу. Они могут говорить, ненавижу всех, все козлы и все мудакие. Что же вы все такие дебилы? Но при этом это из-за того, что они любят все эти процессы, в которых варятся, да, оценят их очень. Любят любить. Хотя скрывают. У тебя там только философский вопрос. Я люблю полевые цветы. Я так ненавижу, когда мне розы дарят. Я делаю вид, конечно, что типа спасибо большое. Я вообще не понимаю, на меня смотришь, можно розы литровые подарить? Такие бутоны у них огромные, красные в целлофановые, завертанные штуки. Мне кажется, я даже визуально ассоциируюсь с цветами полевыми. Мне нравится, когда букеты собраны, как будто бы их сорвали. Вообще ненавижу, когда букеты перекрещивают вот так вот. Легкий должен быть букет. Тяжелый букет, я не знаю, они ужасные. Прям даже жалко, что эти цветы умерли ради такого букета. Типа — это самое классное слово. Типа — это как бы приличная... Ну, оно соединяет слова. И вот как вот без него? Я не знаю. А еще мне кажется, что слово типа, оно делает сложные вещи простыми и понятными. И поэтому я его использую специально, потому что как-то проще, мне кажется, информация воспринимается. Красный. Знаешь, как бы у меня вообще раздвоение или расстроение личности. И вот одна из них, она за красный. Это та, которую большинство все знают. Потому что мне в красном в этом плане очень комфортно. Красный, кстати, такой цвет, он вот его либо любишь, либо ненавидишь. У него не может быть какого-то нейтрального к нему отношения. А еще мне очень нравится голубой. That's all we can see. Голубой цвет. В почете. Однажды к нам приехал мой дядя с девушкой. Я так понимаю, что это была его любовница. Но когда мне было семь, мне объяснили, что это его коллега. Она мне подарила игрушку. Какая-то зверушка. Я не поняла, кто это. И мой дядя сказал, что он похож на эмбриона. Его назвали эмбриончик. Причем я не понимала, что такое слово эмбриончик, естественно. Для меня это недавно вообще дошло, что я все детство играла с неким эмбрионом. Не, он не пушистый. Он плюшевый, он просто очень мягкий. У него в какой-то момент случилась операция на щитовидку, видимо, потому что его кот разодрал на шее. Вытащил из него половину этого пуха или что там, вот этот синтепон. И он стал еще мягче. Он такой прям немножко унылый все время. Его зашили. Еще он теперь со шрамиком. Я, кстати, только недавно выяснила, что он бегемот. Потому что он до сих пор у меня есть, и он со мной живет в квартире. Я дома люблю ходить красивая. Я вообще очень не люблю, когда женщины думают, что... И мужчины тоже. Все люди на земле думают, что дома можно ходить вот во всяком этом трикотаже растянутом. Не, ну я бы, конечно, может, так и ходила. Но начинаю жрать бесконечно. Я реально превращаюсь просто в Приджи Джонс банка мороженого. И все время хочется полежать, все время хочется ничего не делать. Не можешь сосредоточиться, не можешь собраться. Поэтому я хожу дома в платьях. Я с детства всегда отказывалась заправлять кровать. Я не могла понять, зачем мне нужно это делать. Если я ухожу, я должна заправить кровать. Я приду, и я... А, у меня весь день обычно было расписано в детстве. Я приду, и практически сразу в нее обратно лягу. Какой смысл мне заправлять кровать? И это была война вот всегда. Вот хорошие девочки заправляют кровать. Я говорила, я плохая. И все причины какие-то были. Ну, я понимаю, что они что-то вот... Что-то они не договаривают. И что-то вот у них нет адекватного у всех объяснения. У всех родителей, у бабушек. И я в итоге не заправляла кровать. Вот мне 32 почти. Вот 31 год и 9 месяцев я не заправляла кровать. И тут я встречаю человека, который реально заправляет кровать. Просто каждый день. Меня сначала это так удивило, что в принципе зачем это делает. Я подумала, как прикольно. Человек заправляет кровать. Человек, которому не надо заправлять кровать, а он заправляет ее. Я у него спросила, говорю, слушай, я вот всю жизнь кровать научилась заправлять. А ты не можешь мне рассказать, зачем ты это делаешь? И почему это надо делать? И он мне объяснил. Он мне реально так говорится. Ну смотри, когда ты уходишь, начинает на твою постель оседать там пыль. Ну так мне начинают раскладывать по полочкам. Значит, почему мне нужно заправлять кровать? И что ты думаешь? Я начала заправлять кровать. У меня ручки сами такие берут. Ну не как в отеле, конечно. Что пока еще вот я не освоила вот это одеяко под матрас затянуть. Я долго собираюсь. Мне надо два часа, наверное, чтобы собраться. Собраться не физически. Я крашу здесь минут. На семь минут я принимаю душ, три минуты намазываюсь кремом. И я очень быстро выбираю одежду. Мне как-то с этим нет проблем. Но мне нужно долго собираться с мыслями. Долго завтракать. Долго пить кофе. Потом походить с патчами там под глазами, чтобы пополезнее было. Составлять план, смотреть, что я сделала из вчерашнего, что было запланировано. Реально где-то часа два я собираюсь. И тогда у меня потом весь день прям чик-чик-чик-чик-чик. Все четенько идет. Если я проснулась, опаздывая, и вот у меня этого времени не было, все, дело дрянь. Реально весь день пойдет на смарку. Мы приехали. Вообще первые. Я разносила листовки. Я очень хорошо помню. 50 копеек за одну. И вот там было очень много пачек. Это будут какие-то рекламные листовки. Желтые. Мне было, мне кажется, лет 10. Может 11, наверное. Это, собственно, папа был инициатор. Потому что я говорю, «Танечка, мне нужны новые джинсы». Он говорит, «Нужны новые джинсы, иди зарабатывай». Говорит, вот у меня есть тут по работе. «Халтурка, возьмешься, будут тебе джинсы». Я помню, что я тащила эти листовки, реально разносила. Прикольная, кстати, была история. Мне надо было самой договариваться с магазинами. И мне нужно было договориться с каждой тетенькой продавцом в чепчике, что, типа, можно я здесь оставлю у вас рекламную брошюру. Я возвращаюсь, я помню, у меня осталась вот такая маленькая стопочка. И сидят, ну, такая вот стандартная группировочка плохих парней во дворе. Они такие, «А что ты это просто не сожгла?» Я такая думаю, «Ну, вообще, да, можно было». И потом поняла, что нет. Я бы не сожгла. Я бы не сожгла, не выбросила. Я потом себе не простила и не смогла бы. Мне очень нравилось всегда с дедушкой ходить. Вообще, это криминал, конечно. С дедушкой ходить гулять. У них за домом дорога, ну, автомобильная, а за ней лесополоса и железная дорога. И мы с дедом, втихаря от бабушки, ходили туда, чтобы класть монетки на рельсы, ждать, когда будет проезжать поезд, махать рукой, чтобы нам обязательно посигналил машинист и потом собирать эти расплющенные монетки. И самое ужасное, что один раз я нашла ложку и положила туда ложку. И сейчас я думаю, вот и фак. Наверное, ложку не надо класть на рельсы, когда в поезд идет. Но она расплющилась. Она была алюминиевая, видимо, мягкая. И она расплющилась, была прямо очень прикольная. Даже какое-то время использовала ее как закладку. Да блин, опять мы... Почему такие вопросы у нас? Философский камень Гарри Поттера просто... Почему нельзя спросить, что я люблю есть на завтрак? У меня есть история, на самом деле. Ко мне мужичок один раз подсел. Ну, не подсел, точнее, он был в этой кофейне, в которой я была. Бывает, когда люди в моменте как-то тебе что-то говорят, и ты запоминаешься на всю жизнь. И он мне говорит такой... Говорит, вот знаешь что? Вот ты когда-нибудь будешь что-то делать. Делать только самое лучшее. Я так запомнила. Ну вот стараюсь, в общем, соответствовать дяденьке из кофейни «Идеальная чашка на сеной» 2004 года в Санкт-Петербурге. Ну, в смысле, сколько можно? Я не то, что тусовалась по клубам. Это какой-то был нормальный образ жизни питерский. То есть мы с утра там работаем на съемках, еще что-то, а потом едем ужинать вместе. Выпиваем по бокальчику вина, а потом дальше куда-то едем. И когда все твои друзья диджеи, у других друзей бары. И ты как-то вот по этому рейд по всем точкам проезжаешь, а потом едешь домой. Ну, это вот как-то так было. Иногда ползешь домой. Мне даже не хочется. Мне больше нравится уже поужинать, пообщаться, чтобы слышно было, о чем говорят. Мне не нравится напиваться. Мне не нравится алкоголь вообще, в принципе. Мне не нравятся коктейли. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я начала пить коктейли. Мне кажется, это какой-то ужас, который ты пьешь. И поэтому как-то оно все само собой отклеилось от меня. Я перестала посещать все эти тусовки. Ну и потом все одно и то же, все одни и те же люди на тех же местах. Та же музыка. Я уже знаешь, в какой момент включить Земфиру, в какой момент будет Ветлицкая, посмотри в глаза. 5.30 где-то. Это был пармезан и авокадо. На первом курсе мне так и делать. Не, на втором. Я не пробовала авокадо. А у меня не было денег вообще. Причем был такой период, когда я как раз сама начала зарабатывать. И это был вот момент как-то... Кассовый разрыв. У меня не было еще много клиентов. Я не была не то что высокооплачиваемым визажистом, я вообще не была оплачиваемым. Родители в этот момент уже мне деньги не присылали. Я так хотела. Я потом еще увидела этот пармезан. Но мне было так стыдно. Ну почему за авокадо почему-то у меня не было стыдно, а за пармезан. Вот это для меня вообще пытка. Все что угодно, только не шоппинг. А мои подружки все шопоголики. Я обычно как чемодан за ними таскаюсь и говорю, давайте свои пакеты. Я буду их носить, чтобы хоть какая-то от меня была польза в моих страданиях. А вы все вот это примеряете по сто раз. Я покупаю вещи без примерки, очень быстро. И чаще все заказываю через интернет. Нас привезли на промзону, сейчас продадут на органы. На манты. Я нет, я не умею торговаться, это ужасно. Я причем по работе могу по делу разговаривать, а вот так вот за помидорку вообще никак. Знаю прекрасно, что меня разводят, потому что они ждут, что я буду с ними торговаться. Они специально цену мне объявляют более высокую, а мне так неудобно. Мне кажется, они с такими песнями и плясками мне уже рассказали про свои помидоры, про укроп, что надо уже заплатить и пойти. И люди старались. В общем, я очень выгодный покупатель. Вот это? Нет. Вот это? Это самое красивое в мире кольца. Очень. Оно стоит 10 долларов и продавалось в МОМА в Нью-Йорке, в музее современного искусства. Ну, в гифт-шопе, в этом сувенирном магазине. И это мое, я его увидела и такая, боже, это же самое идеальное, какие к черту бриллианты. Идеальное кольцо. А потом я его потеряла, потому что прозрачное. И два года оно отсутствовало. Я думаю, ну, почему я жадина не купила тогда все эти колечки? Вот это его недавно нашли. Где-то в каком-то контейнере разбирали старый склад со остатками, открыли на бокс. И оно, видимо, туда закатилось. И там лежало. Все, мы теперь снова вместе. Рыба чаще. Ну, если я в экономе лечу, я не ем эту еду из вот этой алюминиевой штучки. Потому что там помимо рыбы и курицы, там всегда какой-то рис, что-то, макароны разваренные. И ими так все пропитано, что, мне кажется, я ем и сразу отекаю. В бизнесе ем, но чаще рыбу. Фильм на века. Прям вообще совсем на века. Но таких много. Побег из Шаушенко на века. Зеленая миля на века. Апокалипсис сегодня на века. Реальная любовь на века. Обожаю. Blow up. Вот увеличение на века. Любовное настроение на века, Карвая. Он даже сейчас, наверное, будет... Его будет сложно смотреть, потому что он слишком медленный уже для восприятия. Но это как какой-то, не знаю... Это уже, ну, это искусство, и ты уже по-другому это воспринимаешь. Есть очень много фильмов на века. Они просто в разном периоде актуальны. Но вот все эти фильмы, которые были перечислены, их точно надо посмотреть. Каждому. Да. Лавис и Турбо. И... Была жвачка. Я не помню, кстати, как она называется. Она была дынная. У нее наклейки были. А я еще и Лена Ребята собирала. Вообще, у меня мания же с вкладышей и стикеров. И вот поэтому у нас только мерчат своего. Поэтому у нас все время куча открыточек. Крыгинобокс вся в каких-то финтифлюшках. Блокнот выпускаем, там стикеры, там вкладыш. Вот вся эта мелочь, которую... Некоторые люди называют... Пусть убить их. Мусором! Это они не понимают, насколько это важно. Это, ну, как бы детали, они создают атмосферу. Я, кстати, ни разу в жизни вообще не помню никакие наркотики. И почему-то мне никогда даже не хотелось. Мне папа в детстве... Я так любила с папой за жизнь поговорить. И я помню, мы как-то с папой засиделись на кухне. И он рассказывал о ситуации, которая, ну, случилась с его коллегой. Как раз был расцвет героина. Я очень хорошо помню, когда ты идешь в школу, То есть я седьмой класс, там, к зимой, к восьми утра Эти тарчики стоят там на остановках, такие все скукоженные, трясутся. И вот такая ситуация произошла с коллегой отца. И он рассказывал мне, насколько это страшно. И завершил это такой фразой. Он сказал, слушай, твоя жизнь, твой выбор. Узнаю. Найду ствол, тебя убью. А потом себя убью. И на этом закончу. И что-то против этих аргументов мне не хотелось никак спорить. Думаю, их сотрудников надо спросить, какой руководитель. Да. Ну, это лично очень. Я один раз была в Тюмени у бабушки. Как бы там стандартная вот эта тут тусовка с семьей. Что-то куда-то туда заехали, сюда заехали, еще что-то. И что-то я так была занята какими-то своими мыслями. Может, я там влюблена была или еще что-то. Я прям помню, что я ехала на заднем сиденье в машине. И прям витала в каких-то своих там облаках. Надо было заехать к прабабушке. Маме там что-то просто быстренько закинуть. На секундочку. И она говорит, типа, пойдешь с вами поднимешься? Я говорю, да не, я типа тут подожду. И больше я ее не видела никогда. Это была моя большая шутка. Что я тогда не виделась. Вот за это мне стыдно. Может, через месяц она умерла. Сожалеть? Нет. Если ты можешь исправить ситуацию, ты ее исправишь. Вот в данном случае я сожалею, потому что я не могу исправить это. Никогда. Я, ну, все. Был шанс. Нет. Надо просто принимать решение, просить прощения, исправлять ситуацию. Все можно исправить. Если никто не умер. Потому что я, на минуточку, самопровозглашенный эксперт по трубочкам с вареной сгущенкой. Я везде их пробую, если есть в меню. И на самом деле, хороших трубочек очень большой дефицит. Люди, отдумайтесь, прекратите в эту вареную сгущенку, божественный продукт. Добавляется девочное масло, еще какое-то всякое говно. Трубочка с вареной сгущенкой должна быть с вареной сгущенкой. У нее вот прям, у нее сама вафля должна хрустеть. Она должна быть все такая. Ну, короче, она должна быть правильная. Я везде пробую, потому что пытаюсь найти, где же идеальные трубочки. Когда-нибудь, мне кажется, сделаю альтернативный путеводитель по трубочкам. Потому что я сама в детстве готовила трубочки на все чаепития, когда все покупали печенье юбилейное. в большой упаковке я запаривалась и делала трубочки сама. Итак, как называется? Ураган-сарай. Ураган-сарай, город Казань. Тестируется трубочка. Это хорошая трубочка. Это классно. Это прям пять баллов, если по пятибалльной системе. Все. И я, шастер. Продолжение следует...